МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент, головнокомандующий Узбройными силами Республики Беларусь, Александр Лукашенко, приме удел у активной фазе суместного стратегичного вушения Узбройных сил Беларуси и России «Захад-2017». Об этом поведомила пресс-секретарь керавника державы Наталья Эйсмант. Поводли ее слову, Александр Лукашенко ознайомится с ходом в учене на территории Беларуси. Пакуль дачасно говорить об конкретной дате и месяцах наведывания. Гэта информация будзе огучена поздней, отзначила пресс-секретарь. Протягиваем выпуск. Сегодня завершился визит официальной делегации Херсонской в области Украины у наш регион. Гости наведали Мазырский район, где ознайомились с вытворчим процессом на нафтоперепрацовщем заводе и шерогу инших предприемств. А на первые дни украинская делегация наведала промысловые, культурные и спортивные объекты областного центра. Пачас сустреча с керавництвом нашего региона вызначены преоритетные накерунки супрацовництва. Один из наиважнейших – туризм. Поміж двума городами плануються наладзять поветренные пассажирские перевозки. Гэта послужить стимулом у тым лику для развития спортивного туризма. Украинские гости высоко оценили якость спортивных пляцовок и выказали намер проводить у Гомелли турниры и спарринги с мясцовыми спортсменами. Что тыжится экономичного супрацовництва? Тут иснують добрые перспективы у комбайнобудаванне. У Херсонской области плануються створить сумесную с Гомсельмашем, вытворшись сельскохосподаршей техники. В прошлом году был рост Гомельской области товарообороцей с Украиной. И в этом году, я вот смотрю по тем цифрам, которые имею за 7 месяцев, порядка 140%. И если в прошлом году товарооборот составлял 400 миллионов долларов в Гомельской области с Украиной, то в этом году, я вижу, что он будет гораздо выше. И ваш приезд сегодня, я думаю, тоже добавит к нашим отношениям, добавит товарообороту и позволит сегодня воочию найти подходы, которые позволили действительно достойно развивать нашу регион. Чарговым кроком на шляху да у змацнение экономичных совязей в стане визит у отказ. Старшиня Гомельская облаконками Владимир Дворник отримал запрошение на юбилейный 10-й международный инвестиционный форум, який пройдет у Херсонской области наприконцы вересня. Завтра, 16-го вересня, мясовые улады проведут черговые промые телефонные линии. На питание же Хароу Гомельской области откажет первый наместник старшиня облаконками Александр Викторович Миколуцкий. Звернуться до его можно с 9 до 12 годин по номеру телефона у Гомели 33 12 37. А у Гомельским гарваконками промую линию проведет наместник старшиней Сергей Анатольевич Радюк. Номер телефона 75 18 54. 20 вересня в Беларуси будет означаться День мытника. Селетние выники работы Гомельской мытни, а так само питание техничного переузброения обмерковали на пресс-конференции. Супрацовники Гомельской мытни до профессийного свята подыходят с добрыми выниками. За 8 месяцев года выявлено 2000 административных правопорушений. Сумма конфискованных и арештованных товаров – 4 миллионы рублей, что на 19% больше аналогичного покажчика у минулого года. Узбуджено 11 криминальных справ, 2 связанные с незаконным перемешением сброи, 9 – психотропных и наркотичных речевов. Протягивалась работа по удосконаливанию пропускной сдольности Гомельской мытни, оформлении экспортных и импортных грузов. Порядка 26% всех экспортных товаров оформляются у нас в таможне в автоматическом режиме, то есть вообще без участия сотрудника таможни. Вообще в течение срока, не превышающего 5 минут, более 81% всех экспортных товаров у нас оформляется. То, что касается импорта, 68% товаров, приходящих к нам сюда, оформляются в течение срока, не превышающего 2 часа. Работа по техничным переузброению протягивается. С первого костричника на пункте пропуска Новая Рудня почне дейничать специальный комплекс, який будет в автоматическом режиме сшитывать номеры транспортных сродков и одразу заносить их в информационную базу. Зараз вядется реконструкция и пункта пропуска Новая Гута. Тут повеличится колькость калидоров и изменится конфигурация проходжения контроля. Это позволит полепшить пропускную сдольность с 1600 транспортных сродков до 2500 за сутки. Немецкий фонд «Детям Чарнобыля» притягне супрацовненство с Гомеля. Такая информация была гучна сёння уходя с устречой делегации с керовництвом города. Баки обмерковали таксама максимальность передачи некольких аппаратов ультрагуковой диагностики для медустанов областного центра. Азначим, что супрацовненство фонду с регионом иде на протягу 25 годов. За этот час у рамках доброченной допомоги установы «Аховы здоровья» отрымали от немецкого боку 39 аппаратов ультрагуковой диагностики. До інших тем. Адзел внутренних справ Светлогорска-Гараева-Канкама проводит проверку по факте отручывания пятерых детей с родком от насякомых. Як поведомил официйный представник ОУС Гомельского облаканкама Виталь Прыстромов, попередне установлено, что отрутную ваткасть привез у санаторий старейший из потерпелых детей, ему 12 годов. Бутельку с настойкой чеймера для ветеринарии с утрыманием 67% этилового спирта хлопчик взял у бабули. Призначена экспертиза. Як поведомлялась ранее, 14 вересня пятера детей во взрослении от 7 до 12 годов на отпочинку у санаторий Светлогорского района отручилися невядомой ваткастю. После оказания первой допомоги у Светлогорской районной больницы детей перевезли у областную больницу у Гомель. Их стан стабилизованы, погрозы для життя нема. Диана с отравлением чеймерицей. В общем-то, это вещество, которое используется в сельхозпромышленности. Дезинтоксикационная терапия, антидотная терапия, ну и наблюдение. Состояние стабилизировано полностью. У все обставины инцидента высветляют правоохолные органы. У Гомеля и Речицы 16 вересня пройдут акции по экспресс-тестированию на ВИЧ. Мероприемства отбудутся у рамках республиканской информационной кампании «Тычаться наватых, кого не тычаться». У Гомеля основной пляцовкой станет площадь поустанья. Зробить экспресс-тесты пропонуют усім жадающим у 11 годин. У Речицы удельников акции чекаются 16 годин у амфитеатры на набережной Днепра. Нагадаем, у мае у гомельских аптеках з'явиліся тесты по вызначенні ВИЧ у сліне. Яны дозволяюць самостойно на протягу некалькі хвілін доведацца про свой ВИЧ-статус. Гомельская область перадоліла рубеж на Малоту у 1 мільйон тонн збожжа. З уліком зерневых, зернебобовых і кукурузы сельскохосподарча організація регіона, пададзіных на сёння, сабралі 1 мільйон і 1 тисячу тонн. Причім доля кукурузы у гэтым абйоме складає толькі 4 тисячі тонн. Усяго у гэтым годзі планується отримаць не менш як 250 тисяч тонн зерні кукурузы, якоя у першую чаргу ідея на выроб концентрованных кормов для свинагадочих комплексів і птушкофабрик. Тым часам уборку кукурузы на зерні зараз ведуть у 4 районах в області. Пачаткі обмолочені на площі калля 300 гектаров. Наші мазырські колегі побывалі на палетках експериментальній базы «Крынічная» прадприємства, якое забезпечуває насінням усю країну. Зерня уборочна техніка отправилася на Мехдвор і заступила своє місце комбайном для уборки кукурузы. Царыцю палів убираюць до самой пізній ночі. За смену получас где-то около 100 тонн, по 150 тонн. Ну а за уборку по 3 тисячі, по 4 тисячі. Ураджай кукурузы в гэтам годі обіцяє быть велікім. На масову уборку прадприємства виводзіць увесь свій арсінал. 11 адзінок техніки. Час, коли пора приступать до работ на конкретних палях, з докладністю узначають агрономы. Дажберете початок кукурузы, разламываете зерновку, і спробуєте її здавити. Якщо зерновка вже не дається, уже там сухе віщество, то она готова к уборки на зерно. Влажність должна составлять от 35 до 38. Можно даже 32, ну не більше 40. Більше 40 она давиться, і ще она непригодна к уборки на зерно. Каля 30% пасявної кукурузы на Мазырщині буде убрана на насіннім. Укрінічнім під гэтай мети выделено 750 гектарів, роботи на яких планується завершить до початку кастрічніка. Собране на гэтых палях збожжа поступає на кукурузокалібровочний завод. Гэта профільна прадприємства, забезпечиває насіннім господарки не тільки в Гомельській області, але й у всій Беларусі. К нам початки поступає із 25 хазяць сироєй зони. Ожідаємо поступлений початків на завод 20 тисяч тонн. Ожідаємо выход семян із цього калішества поступлений початків на завод 10 тисяч тонн готових семян к реалізации. За кукурузным етапом уборочной кампанії сочить і профсоюзна організація. С поборництва поміж працівниками палів працягується. Усяго у гэтым годі в Мазырськім районі каштованай подарунки від профсоюза АПК отрималі 160 механізаторів і живілаводів. Але головні выніки яще напереді. Катя Рэна Юрчанка, Светлана Груцькон, Юрий Гарабец, телеканал Мазыр. Спеціальна для телерадиокампанії «Гомель». З Гомеля до Мінська буде ходить додатковий тягник. Така інформація размечена на сайті беларускай чагунки. Састав буде курсіроваць по суботах і по понеделках тягник міжрегіональних ліній бізнес-класа номер 727 увядуць з 16 вересня. Час яго адправлення з Гомеля 7 годин, 5 хвілін. Прыбыцьо у століцу у 10-20. Сьогодні у Гомеля адкрывся музей «Друку». Йон став падарункам до 875 годзі города. Ініціаторам яго створення стала газета «Гомельская правда», яка ісіоліта адзнашила 100 годов юбілей. Реалізація ідеї віласі на протягу некалькіх місяців. У формірованні експозиції саправднага літа пісудруку Гомельскай в області праймалі у дзіл усі редакція газет регіона. Яна розмістілася у помяшканні, дзе два гады тому був адкрытый музей фотографій і стала яго своєсаблівым допаўненням. У експозиції друкаванне матеріалы і профісійне абсталявання. Музейні фонды будуть попалняцца, сабірають. То, што стоїт здець многіх редакцій районних газет, с архівів, ветеранів. Тобто клич був брошен всім журналістам і відклики ідуть до сих пор. Тому я думаю, що це тільки начало і попалнення об'язателі буде інтересне. Юбілейне шоу з нагоди Дня Города об'яцаю біць пасабліваму масштабным, ярким і відовішним. Нагадаєм, святочні мероприємства з нагоди Дня Города пройдуть у Гомелі завтра. Офіційне відкриття свята відбудеться на площі Леніна. Яного повстання у вигляді музично-театролізованого прологу «Гомель юбілейне». У їм візьмусь у дел більш за 500 міцьових артыстів, а так само зоркі беларускай естрады. По концепції святочній программы на один день Гомель перетвориться у саправдный мегаполіс. У їм з'явіться 12 міні-городов. Будуть тематичні площадки. Гомель мастеровой, Гомель спортивний, Гомель цветочний, музыкальний, молодежний, юний, Гомель гастрономічний. Мы представим в такому своеобразном формате новым фестиваль еды. Планируется большой комплекс мероприятий, в том числе на раз рассчитанных на разную публику. Это и город мастеров, это и фестиваль уличного искусства, это молодежная площадка с экстремальными видами спорта. Практически по всему центру города развернется несколько площадок для самых маленьких наших жителей. То есть сегодня мы не концентрируем детскую площадку где-то в одном месте. Сегодня есть возможность у родителей занять ребенка практически на территории всего всех праздничных мероприятий. Галунные падеи будут разгортываться у центра города. А левыставы, презентация, интерактивные пляцовки будут працавать во усих районах. Завершальным аккордом свято станет фейерверк, який будет запущен с пяти кропок города. Белая Русь Юным хамельшанам Доброшинную акцию под такой назвой сегодня провела областная организация громадского объединения Белая Русь с уместно с областной филармонией. Присвеченная она надыходящему святкованию дня города. Для детей прошатковых классов сашмадетных и малозабеспеченных семьях подрихтовали святочную программу под назвой «Втушинный двор». Усягона концерт запросили 150 маленьких жахаров Гомеля и ближайших районов в области. На сцене перед ими выступили клоуны, фокусники и дрессировщики со своими гадаванцами. На протягу годины артысты не просто выконывали творчие номеры, они постоянно взаимодейничали со своими глядачами и наватрабили их удельниками своего представления. Зарад доброго настрою, позитиву и бадерости был забеспечен каждому. Так как у нас завтра день города, юбилей нашего города, то хотелось, чтобы наши не только взрослые люди, но и маленькие наши жители нашего города не только города Гомеля и Гомельской области знали о этом замечательном событии. Вот пригласили их на такую праздничную программу, чтобы завтрашний день у них начался с позитивного настроения, а ведь как начнешь день, так он и закончится. И на приконце выпуску коротко про надворье на выходные дни. У субботу будет воблачно с прояснениями. У ночи без опадков, у день максимум невеликие дожжи. Температура по ветру у ночи складе до 11 градусов выше и за нуль, у день до 18. У неделю 17-го вересние опадки чакаются у ночный и ранешний час. У день будет ясно, поветро прогреется до плюс 25. Это и другие новины вы можете узнать на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by Далее у эфира спортивный огляд с новинами спорта вас познайомить Сергей Негеревич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова